Программу ведет заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону, шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. Здравствуйте! В эфире легенды спорта. Каждый вид спорта имеет свой символ, свое олицетворение. Символ и олицетворение прыжков в воду это, безусловно, Дмитрий Саутин. Человек, которому на трамплине и вышке во всем мире не найдется равного. До сих пор он рекордсмен по завоеванным титулам, да и просто спортсмен планетарного масштаба. Не зря его уже много лет называют королем прыжков в воду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фантастический характер и волю к победе Дмитрий демонстрировал на всех соревнованиях и добивался выдающихся успехов в своем виде спорта. Однако многочисленные травмы и ушибы порой играли свою роль. Афина 2004 год. Неудачная для меня была Олимпиада. Он ничего, самое главное, бронзовую медаль завоевал. Дмитрий Саутин задал самому себя очень высокую планку и не собирается ее снижать. Даже теперь, когда, казалось бы, ему уже никому и ничего не надо доказывать. Он двукратный олимпийский чемпион и единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду на пяти играх подряд. Но свои недочеты по-прежнему готов анализировать снова и снова. И вот здесь есть помарочки, я вижу. Колени ненатянуты, носки чуть-чуть разведены. Ну, простому человеку, может, это и не видно, а профессионал, естественно, замечает все. Есть все-таки недостатки. Были, были во мне недостатки. Под недостатками Саутин подразумевает не что-нибудь, а тяжелейшую травму, которую получил за год до соревнований в Афина. Он так сильно повредил плечо, что рука совершенно не работала. Висела, как плеть, почти парализованная. Меня полгода кололи. Наш врач, это Савкина, Нина Васильевна. Да, поднимала меня, как могла, но я не мог руку поднять, что какие прыжки могут быть. Но Алексей Ивангулов, который главный тренер у нас был в то время, то есть все-таки рассчитывал на меня. Представляете, как было тяжело. Дальше все, как в страшном сне. Во время синхронного прыжка с Александром Доброскоком Дмитрий Саутин, ощутив пронзающую боль в плече, не смог себя переселить. И во время прыжка ударился пальцами ног о трамплин. Когда я зацепил ногами трамплин, то есть, ну, получается, подвел своего партнера. Ну, сами понимаете, два месяца тренироваться, что я там смогу делать? Вот бывают такие неудачи. И греки, которые без всяких отборов там попали на Олимпиаду, становятся олимпийскими чемпионами. То есть никто никогда в жизни даже не мог подумать, что такое возможно. Но вот это вот и есть везение. Действующие чемпионы мира в этом виде программы, наши Дмитрий Саутин и Александр Доброскок, прыгнули лишь на седьмой результат. Эта Олимпиада стала самым серьезным психологическим испытанием для Дмитрия. Он сотни раз мысленно прокручивал этот прыжок. Как же так получилось? Ведь своей ошибкой он фактически лишил золотой медали своего товарища. Трамплин он мог удариться ногами, пальцами. Вот это может. Могло не убить. Постоянно были стеты пальцев. Вот это, конечно, эти завязанные пальцы, его это, конечно, наблюдать страшно. Но он уже к этому привык и говорит, ничего страшного, Катя, все пройдет. Так вот у спортсменов так бывает. Воронеж, 2016 год. Здесь начинался спортивный путь Дмитрия. В этом комплексе проходили его первые тренировки. А 36 лет спустя, в том же самом спорткомплексе, он тренирует своего восьмилетнего сына. Старшему сыну знаменитого прогуноводу приходится поработать. Такой папа не даст расслабиться. При этом Саутин не требует от сына Ивана олимпийских медалей. Самое главное – тренировки, которые в первую очередь сделают характер сильным, как у всех профессиональных прогунов. И сын мой тренируется, вот сейчас готовится к соревнованиям. Дай бог, как говорится, здоровья ему. И чтоб не боялся, может быть, даже и останется в прыжках. Если не выберет какой-то другой вид спорта. Кому, как ни самому Дмитрию, узнать об обратной стороне спорта, которому он посвятил почти всю жизнь. Внешне красивый и эффектный, но на самом деле невероятно жестокий. И вся головокружительная карьера – это прежде всего борьба с самим собой. Преодоление настоящей физической боли. Колоссальное напряжение сил. Всегда что-то болело. То коленка, то кисть, то спина, то голеностоп. То есть, ну, постоянно боролся, наверное, с этими болячками, но все равно прыгал. Спиной бился, да, и было больно, там кровь собирается под кожей, да, то есть такая синяя спина у тебя. И когда ты смотришь на себя в зеркало, думаешь, зачем тебе это надо, прыжки в воду? Лучше я в акробатику пойду. Будущий король прыжков в воду впервые пришел в бассейн в 6 лет. Трудно в это поверить, но тогда он даже не умел плавать. Саутину пришлось не только учиться держаться на воде, но и привыкать к железной дисциплине. Ведь поведение у юного спортсмена было не самым примерным. Фактически его воспитанием занимался тренер Татьяна Стародубцева. И она была как мама, она меня и воспитывала, она меня и тренировала, она меня и учила жизни, то есть она делала все. Очень сильно хулиганивала, поэтому всегда доставалась. То есть, ну, все было в жизни. Доставалась и на тренировку. Долгое время Дмитрий не мог сесть даже на шпагат, не говоря о профессиональной растяжке. Единственное то, что я мог, это на шведской стенке ноги подносить. И подтягиваться. Все. Потом, естественно, научили и плавать, и растянули как надо, и много хореографией занимался. Ну, естественно, научили прыгать. Можно было бы сказать, что так вот и началась его звездная карьера. Но все на самом деле было гораздо сложнее. Об этом мало известно, и он сам не очень-то любит вспоминать об этой странице своей жизни. Но в юности Саутин чуть не бросил прыжки. Потому что однажды не на шутку испугался. Когда я начал собирать программу, уже там, два сальто с половиной, да, я ударился очень сильно об воду. Стал бояться. Ну, страшно. Детская психология все-таки. Я решил для себя, что я брошу прыжки в воду и уйду в акробатику. Еще немного, и мир никогда бы не узнал о легенде спорта Дмитрия Саутине. Тренер будущего чемпиона Татьяна Стародубцева приложила все силы, чтобы он не бросил воду. Именно она разглядела в юном ученике будущего чемпиона и убедила его остаться в бассейне. Ну, многое зависит от тренера. Все-таки он меня убедил вернуться, много работал. Именно с акробатом в зале. Потом, естественно, с ним же на воде работал, на лонжи, да. Все-таки я понял этот прыжок, и потом у меня как бы страх пропал. Стародубцева сумела внушить Дмитрию. Все свои страхи и сомнения он обязан оставить перед первой ступенькой лестницы на трамплин или вышку. А Саутин со временем довел эту привычку до автоматизма. Ведь если бы тогда не смог преодолеть себя, вряд ли сегодня во всем мире говорили бы о нем. Вскоре начался его стремительный взлет. В 91-м году он попал в состав национальной сборной и стал вторым на чемпионате Европы. В 92-м победил на Кубке Европы в Милане и занял третье место на Олимпиаде в Барселоне. Еще через год взял золото и серебро на первенстве Европы. Соперники очень быстро стали обращать внимание. Он прыгает не так, как все. Техника Саутина вводила их в недоумение. В истории прыжков в воду был период, когда китайские разведчики присутствовали на всех соревнованиях, где выступал наш прыгун. Они снимали его на видеокамеры, чтобы внимательно разбирать каждую секунду его выступления. Неудивительно. Понять, как совершает свои прыжки Дмитрий Саутин, можно было только так. Да и то не всегда. Высота прыжков, их невероятная сложность и идеально отточенная техника. Соперники завидовали, глядя на его прыжки. А самое главное – это вход в лоб. Потому что у нас это самое главное. То есть уже сейчас даже не смотрят, какие у тебя колени, носки на себя. Самое главное – это вход в лоб. Если ты его безбразделаешь, то, естественно, тебе стоят 10 баллов. Даже конкуренты-профессионалы не всегда понимали, как ему удавалось достичь такой отточенности движений и предельной собранности. То есть, говорит, это железный Саутин. Он четко знал, как сделать прыжок. Не визуально со стороны он его представлял. А он четко знал, как сделать движение рук, ног, сделать положение группировки или согнувшись в воздухе. Вот все это, все вместе давало такой, ну, просто эффект визуальный, такой очень мощный. То есть, когда он входил в воду, в буквальном смысле, вода стояла и без брызг практически вообще входил. Вот это его как бы изюминка была. И Дмитрий Саутин. Ну, Дима, покажи свой прыжок хороший. Есть! Без единой брызги! Сегодня Дмитрий Саутин – рекордсмен по титулам, которому принадлежат множество уникальных достижений. Но дорога к этим достижениям была для него путем постоянного преодоления себя. Чем выше к вершинам спорта, тем сложнее бороться с собой. Вряд ли кто-то станет возражать, что Саутин – это уже настоящая легенда спорта. Но он самый строгий судья самого себя. Только ему одному известно, каким трудом давалась каждая победа. Серьезные травмы не раз ставили под угрозу срыва дальнейшей участия Дмитрия в соревнованиях. Но он все равно выходил на трамплин. Иностранные газеты даже называли его русским роботом. Но вряд ли авторы этого яркого эпитета представляли себе, какую физическую боль пришлось ему терпеть. Терпеть и прыгать. Снова и снова. Атланта. 1995 год. Кубок мира. Дмитрий Саутин – один из главных претендентов на золото. До его прыжка остались считанные секунды. Он уже поднялся на вышку и встал в стойку. Однако в самый последний момент кисть левой руки пронзила жуткая боль. Неожиданно дала о себе знать старая травма. Ему показалось, что он не в силах совершить этот прыжок. Сильно болела кисть. И самое сложное, наверное, то, что было, это прыгнуть. Один прыжок как раз с кистей. Вот именно на руках ног у нас есть положение. Один прыжок, как за это, надо делать с кистей. Несмотря на это, собрал всю волю в кулак. И завоевал золото на трехметровом трамплине. О травмированной руке узнали американцы. И неожиданно предложили ему пройти лечение в США. Казалось бы, к чему такая благотворительность? Зачем Америке создавать конкуренцию собственным прыгунам в воду? Но американцы прекрасно понимали, без Саутина успехи других спортсменов, в том числе и их собственных, не будут выглядеть так достойно и солидно. Участие короля прыжков было самой лучшей гарантией того, что планка борьбы будет держаться очень высоко. Прооперировали его здесь, в России. Весь порезанный, конечно, руки, спина у него. Но это спорт, маленькая война. В спорте пленных не берут. Либо победитель, либо проигравший. Вот он всегда хотел быть победителем. А победителем, как правило, достаточно самого лучшего. Со своей будущей супругой Екатериной Дмитрий познакомился в родном Воронеже. Интересно, что раньше она о нем вообще никогда и ничего даже не слышала. Этот вид спорта просто не входил в сферу ее интересов. Когда я общалась, мы даже не знали, что это Дмитрий Саутин, что это легендарный спортсмен, фамилия, он же не называл фамилию. А потом начала вспоминать, что такое есть у нас Дмитрий Саутин. И я уже тогда начала задать ему вопросы, почему-то скрывала. Он говорит, ну а что я буду говорить, это как-то он такой скромный. Дмитрий предложил руку и сердце Екатерине в прямом эфире одного из спортивных телеканалов. Сегодня он признается, что никак не мог собраться с силами. И если бы не ведущий с его провокационным вопросом о том, когда пара все-таки сыграет свадьбу, Дмитрий, возможно, до сих пор пребывал бы в раздумьях. Как раз в этом интервью я сделал предложение своей супруге. И спустя, по-моему, 4 или 5 месяцев у нас была свадьба. Мужчина должен быть мужчиной. Он же сдержал слово, сказал и исполнил. Сегодня, 1 марта 2008 года, в соответствии с Семеновым кодексом России, ваш брат зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поприветствую вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Было, как сказать, неожиданно, да, то, что он по телевидению, на всю страну он вот это все сказал, что замуж. Позвал. Сказал, Катя, я надеюсь, что ты согласишься стать моей женой. Вот прям вот, помню, такие слова были. Ну, потом, конечно, после передачи я позвонила ему, сказала, конечно, я согласна. Вскоре снова начались спортивные будни. Весна 2008 года. Впереди была Олимпиада в Пекине. Сборная России отправляется на тренировочные сборы в Корею. Отказывается ехать только один человек. И это Дмитрий Саутин. Потому что у меня родился сын. Пав. Жена рожает, надо уже быть рядом. Поэтому у нас сбор был в Воронеже. Сына назвали Иваном. В честь отца Дмитрия. Позже Саутин признавался. Даже в страшном сне не мог представить, что не будет рядом с женой во время родов. Затем он улетел в Пекин и завоевал там серебро. Ну и наши ребята, давайте, давайте, ребят. У вас есть шанс. У вас есть шанс. Ну, давайте. Два с половиной вербах с полутора винтами. Начало, хороший вход. Отлично. Отличное исполнение. Отличное исполнение. Ну, теперь что скажут судьи, посмотрим. 88 баллов сразу обгоняет своих соперников. В 98-м, за полтора года до Олимпийских игр в Сиднее, в программу были включены синхронные прыжки. Тогда многие всерьез считали, что Саутин не сможет принимать участие в этих соревнованиях. Его стиль был настолько уникален, что даже в тренерском штабе признали, найти ему партнера по прыжкам будет крайне сложно. Однако, решили рискнуть. В 2000-м году российская сторона создала уникальную ситуацию, когда в соревнованиях по прыжкам в воду Саутин стал первым спортсменом, который принял участие во всех четырех видах программы. Трамплин и синхронный трамплин. Вышка и синхронная вышка высотой 10 метров. Его выступление на Олимпиаде в Сиднее это настоящая сенсация в мировых прыжках в воду. Уникальность достижения заключается еще и в том, что в синхронных прыжках с вышки и с трамплина у Дмитрия были два разных партнера. Такого в истории прыжков в воду еще не было. Самая тяжелая для меня была Олимпиада, потому что все четыре снаряда прыгал на протяжении 10 дней без отдыха. И думал, ну вот дожить бы. Как раз в последний день была вышка 10 метров. И там я уже весь был перемотанный, там у меня мышца забилась. Опять же здесь кисть другая болела. И еще у меня нога была, наркосница травмирована. Я на сборе вылазил из бассейна и ударился о бортик. И у меня так открылось там все. Просто замотан. Весь был замотанный, и все говорят, еще голову замотал, точно как Чапаев был. Но, слава богу, отпрыгал, бронзовую медаль завоевал. Любая победа требует невероятных усилий и регулярных тренировок. Сложно поверить, но однажды одному из самых титулованных спортсменов России чуть не пришлось тренироваться в дельфинарии. Летом мы приходим на тренировку со своим тренером, с Татьяной Александровной. Здесь совершенно другая охрана. Меня не пропускают. Я говорю, а в чем дело? А вы кто такой? Я говорю, а ты кто такой? Мне говорят, да я вот здесь охрана, здесь утрежского дельфинария. Я говорю, чего? Какого дельфинария? Утрежского. Я говорю, откуда вы взялись? Да вот мы приехали, здесь контракт с директором заключили. Уже камаз соли всыпали. Если хочешь, проходи, тренируйся. На полгода бассейн полностью был забит дельфинами, рыбой. Понимаете, что это такое? И косатки плавают. То есть целый год мы потеряли. Вот так, вытягивай. Вот здесь ровненько. Еще разочек. Да, да, давай. Сейчас Дмитрий живет и работает в России. Несмотря на многочисленные предложения с Запада. И мечтает об одном, что однажды откроет в Воронеже центр водных видов спорта, в котором одновременно смогут заниматься более трех тысяч детей. И там тренировать своего сына. Потому что убежден, хорошая физическая подготовка и сила духа позволит избежать травм, которые когда-то получил сам. О Саудине можно сказать, что только воля к победе и сила характера принесла ему такое количество побед. Олимпиада в Афинах в 2004 году. Бронза. В Пекине в 2008 году. Серебро. Несколько чемпионатов мира и Европы, в которых он выигрывал самые разнообразные награды. От золота до бронзы. В 2010-м на чемпионате Европы в Будапеште он завоевал бронзовую медаль. И после этого решился. Объявил, что официально завершает спортивную карьеру в 40 лет. Солидный возраст для спортсмена. Да и травмы давали о себе знать. Думаешь, ну, вот сейчас вот олимпийские игры, все, я, наверное, заканчиваю, там, все, ухожу. И так вот, представляете, сколько я собирался, начиная с 2000 года. Потом Афины. Думаю, ну, ладно, вот сейчас вот дотяну, еще годик, и все, ухожу. Потом Пекин. Ну, а там уже, как бы, время, наверное, пришло, на самом деле, заканчивать. Конечно, и для королей прыжков наступает время уходить с трамплинов и выше. Но все же окончательно попрощаться со спортом – это не про Саутина. По-прежнему тренировки строго по расписанию. Все так же, как и несколько лет назад, когда он занимал верхние ступени олимпийского пьедестала. Он еще прыгает, прыгает, приходит, ему нравится. Я говорю, вот он голодный до прыжков, ему вот надо прийти, попрыгать, прыгать, прыгать. Интересно. Никогда не будет, мне кажется, без спорта. Я такого даже не представляю. Такого нет, и я такого не представляю. Он всегда будет там, всегда вот в спортивной жизни России, он участвует везде. Его упорство и целеустремленность давно уже стали такой же легендой, как и он сам. Кто знает, может быть, кто-то из его учеников тоже станет когда-нибудь королем прыжков в воду. Дмитрию лишь хотелось бы, чтобы на их спортивном пути было гораздо меньше боли, чем у него. У него столько титулов и наград, что может показаться, ступени к вершинам спорта для Саутина усыпаны розами. Но это не так. Только одному ему и его близким известно, какие нечеловеческие усилия он приложил, чтобы заслужить звание короля прыжков и легенды спорта. Ведь подняться на трамплин гораздо труднее, чем лететь с него вниз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова